Всем привет! Можете меня поздравить, я наконец-то купил палатку. С одной стороны, это выглядит некоторой расточительностью, но я сел, посчитал, буквально если 3-4 раза съезжу в какой-нибудь интересный кемпинг, палатка уже полностью окупится, но я не смог устоять. Это первое видео, я надеюсь, из нескольких, в которых я буду показывать интересные места, где можно остановиться в своей палатке. Вначале я решил с хорошо известного мне уже места, называется Букитосах, находится вот на том холме, рядом с пляжем Гирджи. Сейчас только час 20, поэтому я день могу вполне провести на пряже, а вечером уже поеду ставить палатку и заселяться, собственно, вот-вот туда. Отличный был план. Я, конечно, планировал проверить водостойкость палатки и дождестойкость, но не думал, что так скоро. Последние 3 часа идет дождь, пляжем остановиться особенно не получилось, и что-то он не собирается заканчиваться-то, а время уже 5 часов. Надеюсь, что я все-таки стихнет, и я смогу поставить палатку, потому что если ее ставить в дождь, она внутри тоже будет мокрая, и это очень неприятно. Через час уже стемняет, а дождь все еще идет и идет. Вот повезло, так повезло. Но я надеюсь, она все-таки стихнет. Место свое под палатку я уже платил, стоимость размещения здесь 30 тысяч. В эту сумму входит вода, розетки, туалет, душ, место под палатку, разумеется, и все это всего лишь за 180 рублей. Есть на территории вот такой вот навес, с совершенно замечательным видом на океан. В принципе, можно палатку здесь и поставить, но мне не нравится уже здесь жесткий пол, а значит, мне будет твердо спать. А во-вторых, здесь запах что-то не очень. Не знаю, что тут произошло и как так получилось, но воняет тут, честно говоря. Поэтому план мой простой. Здесь я палатку соберу, а потом ее готовую уже перенесу в какое-нибудь место, где можно будет, собственно, ночевать уже. Таким образом, палатку я буду разворачивать не под дождем, и, надеюсь, земля под ней тоже не будет очень мокрая. Ну вот и все, мой люкс готов. Осталось найти для него подходящее место. Вот такое вот место себе выбрал. На первый взгляд, там сухо. И так я заселился, поэтому традиционный рум-тур. Здесь у меня есть вот такая вот кровать. О, у меня есть шкаф. Ну, в общем-то, и все. Пластаться пока больше нечем. Дождик все еще льет и льет, но, слава богу, не сильно. Но я думаю, ночью будет всяким. Поэтому делайте ставки. Уплывет сегодня самая дешевая палатка с токопедией, и я вместе с ней или нет. Я планировал сегодня себе ужин самостоятельно приготовить, но дождь, зараза, так и не закончился, во-первых. А во-вторых, я забыл дома фонарик, поэтому я в Воронге снова ужинаю лапшой. Ладно. В общем, в целом, моя супер дешевая палатка показала себя неплохо. Всю ночь шел дождь, часов до 4-5 утра точно. Дождь не сильный, но такой, с ветром. Нигде ничего не протекло. Но пару недостатков все-таки есть, и их стоит отметить. Первое. Она коротковата, с моим ростом 176. Я там, конечно, помещаюсь, но не сказать, что прям комфортно. И второй момент. Материал гремучий. По нему очень громко стучит дождь, с чего очень громко трясет ветер. Шум этот слегка мешает, конечно, в плохую погоду. Но в остальном, отличный вариант. За свои деньги, я бы сказал, прям супер. Палатка называется Tav Sport S003GIL. Ткань заявлена 190, ну, ткани вопросов нет. Возможно, пока она свежая, хорошая пропитка, она где в воду держит. Ну, в принципе, можно пропитать и после. В отличие от палатки Desert Fox, с которого эту палатку скопировали, дуги здесь из Fiberglass, а там они алюминиевые, насколько помню. Ну, и здесь тоже много всяких таких мер, как упрощение. Но концептуально это все еще тот же Desert Fox. Ну, и места маловато, конечно, слегка. Вот этот тамбур перед входом, туда можно максимум только овозь поставить. Какую-нибудь печку уже от дождя не спрячь, приходится вот ее на улицу выносить. Ну, и, собственно, ради чего стоит сюда приезжать? Ну, во-первых, пляж Виджин, буквально в пешей доступности. Один из лучших, пожалуй, пляжей на Бали. Хорошо подходит для купания, особенно, когда волна небольшая. Вполне себе хороший пляж. Сегодня, к сожалению, рано утром было пасмурно, но в ясную погоду отлично видно восход солнца вон с той стороны. Здесь есть несколько вариантов размещения. Самое простое – это приехать со своей палатки, как приехал этот раз я. Есть также в аренду вот такие палатки серенькие, есть большие оранжевые, есть два вот таких купола, еще есть парочка домиков. В общем, вариантов тут миллион. Более подробно я про них рассказывал в нашем прошлом видео из этого места. Все, 9 утра, палатку я уже просушил, вещи уже все сложил. Это, по сути, был то, что я его выезд. Я проверял палатку, проверял, как она держит дождь, помещаюсь я в нее или нет. В целом, все нормально. Все, в общем-то, прошло по плану. Единственное, что есть несколько нюансов, например, сдохший пауэрбанк, который давно уже пора поменять. А в остальном все отлично. Поэтому спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео в каком-нибудь новом интересном месте.